Новочебоксарское жилищно-коммунальное хозяйство продолжают проверять. Напомним, две недели назад на ежедельном совещании у главы Чувашии был обозначен ряд проблем, возникших в этой сфере. Резко возросла задолженность за потребленный ресурс, а жители нескольких домов получают двойные квитанции. Комитентные органы проверили платежную дисциплину управляющих компаний Новочебоксарска. Если год назад задолженность составляла 68 миллионов, то на 1 января 2016 года она выросла до 99 миллионов. В госжиминспекции Чувашии на основании обращения филиала МРИЭЛ и Чувашии ПАО Т-Плюс проведена проверка соблюдения МУП УК ЖКХ города Чубоксарска условий договора управления многоквартирными домами в части осуществления расчетов за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения. Проверка установлена, что муниципальные предприятия в период с 1 августа 2015 года по 31 января 2016 года не перечислила решительство сомжающей организации, собранное с населения денежные средства на сумму 16 миллионов 157 тысяч рублей и допустила увеличение задолженности за тепловую энергию на 21 миллион рублей 41 тысяча рублей. В целях устранения выявленных нарушений управляющих компаний выдано предписание и возбудено административное дело о привлечении МУП к ответственности. 12 февраля в отношении должностного лица директора МУП к ЖКХ Асанова составлен административный протокол. Все до копейки 16 миллионов были расходованы на работу управляющей компанией. Я думаю, что это на сегодняшний момент, будем говорить, с одной стороны наша недоработка, с другой стороны разделение МУП к ЖКХ с ООО К ЖКХ, которое произошло. Я вот еще раз хочу просто сказать, что в сентябре, в октябре месяце для этого необходимо разделить баланс, разделить все необходимое для того, чтобы частное предприятие не зависело от МУПа. Мы это все сделали и мы движемся по своим направлениям. Меня даже больше волнует, в общем-то, если МУП это наше предприятие, мы с ним тоже точно так же будем работать и с другими. Но вот частные предприятия, которые долги сегодня растут точно таким уже составе, особенно те предприятия, которые вышли из НАЛЭКа, вот с ними будем решать вопрос. Один совет был очень хороший о том, что, чтобы прекратить вот эти все вещи, необходимо, наверное, ликвидировать эти управляющие компании. Исполняющий обязанности руководителя госжилы инспекции Владимир Кочетков рассказал, во время проверок управляющих компаний выяснилось, что задолженность более чем в 20 миллионов не была перечислена ресурсоснабжающей организации. А в одном из домов по улице Жени Крутова, без проведения собрания собственников жилья, завышена плата за содержание и ремонт общего имущества. Сейчас Роспотребнадзор и госжилы инспекция проводят свои проверки и решают вопросы о возбуждении дел, об административных правонарушениях. Создали и комиссию по сбору платежей. Если на сегодняшний момент, когда говорят, что 91 миллион должны, то нам должно население 120 миллионов. Председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин рекомендовал госжилы инспекции жестче вести себя по отношению управляющих компаний-должников и в случае необходимости лишать их лицензии, а не решать свои проблемы за счет жителей. Мы сами не выполняем свои договоренности. То есть все обвиняли коммунальные технологии плохие, перешли на прямые договора с Т-плюс. Вроде бы должны усилиться дисциплина, плохой компании нет, а мы наблюдаем такой же бардак. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.